Здравствуйте, рады мои. А кто нам не рад? Тоже здравствуйте. Вот мне один подписчик написал, что... Ну, там бывает, в Библии это пишут, даже вот эти фразы. И он, ну, как бы сказать, обратил это внимание и тоже мне написал, что тут какой-то смысл есть. А смысл такой, вот именно вот такой. Иисус отвечал одному ученику. Лисица имеет норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где прикладить голову. Ну, и вот, и рады мои, на эту тему он имеет в виду, что какой-то смысл есть. А ведь рады мои, здесь смысла-то никакого нет. Вообще нет смысла. Вернее, смысл есть, но не такой, как нам его впихивают рады мои. Вот сейчас давайте попробуем объяснить. Вот, например, Евангелие от Матвея, глава 23, стих 1. Начинаем читать. Полностью вся глава рады мои посвящена этому теме. Вот она, кадлина, 39 стихов, рады мои. Давайте сначала поглядим, рады мои, и вы сами поймете, о чем разговор. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим, и сказал, «На Моисеевом седалище, значит, на Моисеево место, сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Смысл такой. Короче, будьте внимательны и не поступайте так, как эти книжники и фарисеи делают. А кто такие в книжнике? Книжники, рады мои, это книга, это библия зревнегреческого, рады мои. Библия. Проверим, библиотека. Книги. Собрание книг. Значит, кто, а это раз в Евангелии, значит, кто в Торе был, в Ветхий Завет, кто почитал Ветхий Завет, значит, были книжниками, Иисус называл. А кто такие фарисеи, рады мои? Давайте попробуем найти фарисеев. Вот, рады мои, тут. Ботиш книжек и фарисеев. Кто что, блин, опять же, в лес по дрова, рады мои. Так, сейчас отойдем. Вот, фарисеи, рады мои, пожалуйста. Это английская Википедия, английская. Фарисеи, так. Общественным движением, иврит. Первое, второе, храма иудаизма, рады мои. А что же наша русская Википедия говорит о религиозном движении, отделившиеся. Понимаете, вот это, отделившиеся. Вот. Так, рады мои, Иисус Христос говорит вот эти вот... Я в памяти помню, что я в те времена еще давно смотрел, что фарисеи были, было в Википедии написано «Первая секта об едином Боге». Вот так было написано. Сейчас такого фразы нет. Поэтому, ну, как сказать, забудем начать слова. Ну, а теперь, рады мои, вернемся к этой опять менту. Так, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда. Вот. А тисун человеческий не имеет, иди приклоним горло. Почему так Иисус Христос сказал? А потому что рады мои, читатель. Тогда один книжник, рады мои, ветхозаветный, который Иисус Христос по причине ненавидел их. Это уже другое видео, по какой причине? Подойдя, сказал ему, учитель, я подошу за тобой, куда бы ты ни шел. А теперь слушай внимательно. Вот вы тактичный человек, правильно, да? К вам приходит какой-то ученик, работник или что-то, а вы по какой-то причине, вам он не нужен. По любой причине. Вы что скажете? Вы скажете, пошел ты с такой стекой. Нет же. Вы скажете, понимаешь ли, вот мне самому работы нет. Начнете мазаться, правильно? Что-то придумывать, что, типа, это ваша вина. Так же он и говорит, мне негде, я не могу с собой тебя с собой брать, потому что мне негде преклонить голову. Понимаете? Он объясняет этому книжнику, что он не может, фарисею этому, что не может. А самое главное, а почему теперь он его не берет, ученики, вот этого книжника? А потому что у меня ссылочку ставлю в описании, разумная, обязательно, по тому видео. Кого Иисус брал учениками? А брал он, разумная, только убийц. Те, которые могут убивать. А этот, может быть, не был убийцей. Поэтому ставьте нравлики, ненравлики, пишите отзывы. До свидания, рады мои. Субтитры сделал DimaTorzok